Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 26 глава, 26 стиха. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». Толкование блаженного феофилакта. Когда они ели, присовокупил Евангелист для того, чтобы показать бесчеловечие Иуды. Если бы он был и зверь, то и тогда должен был смягчиться, потому что вкушал одну пищу с одной трапезы. А он, между тем, и будучи обличаем, не вразумился, и даже, причащаясь тела его, не раскаивался. Впрочем, некоторые говорят, что Христос приобщил своих учеников тайнам своим уже тогда, когда Иуда вышел. Так обязаны поступать и мы, то есть, нечестивых людей удалять от божественных тайн. Намереваясь преломить хлеб, Господь благодарит, как для того, чтобы и нас научить приносить хлеб с благодарением, так и для того, чтобы показать, что он с благодарностью принимает преломление, то есть, умерщвление своего тела, и не негодует на это, как на нечто невольное. Благодарит, наконец, и для того, чтобы и мы принимали страшные тайны Христовы с благодарностью. Когда говорит «Сие есть тело мое», то показывает, что хлеб, освящаемый на жертвеннике, есть самое тело Христово, а не образ его, ибо он не сказал «Сие есть образ моего тела», но «Сие есть тело мое». Хлеб неизъяснимым действием прилагается, хотя нам и кажется хлебом. Так как мы слабы и не решились бы есть сырое мясо, особенно человеческую плоть, то нам преподается хлеб, а на самом деле это есть плоть. Комментарии Игнатия Тихоновича дальше идут. Как только было скрыто Слово Божие, священнослужители перестали проповедовать чистое, неповрежденное Евангелие. Сразу же прекратилось свевоношение и рождение. Все превратилось в стоячее, затклое болото. 1 Коринфянам 4.15 «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Духовное рождение, рождение свыше, возможно только через Библию, не через богослужение, не через таинство. Полностью от первой до последней строчки Библия кричит об этом, что рождение идет от божественного семени, от Слова Божия. У каждого должен быть какой-то стих Библии, от которого он обращается. Это ключ, отверзающий врата. Это то семя, от которого получится эмбрион. И начнется чревоношение, то есть катехизация. Все остальное есть небрачные связи. Халдейское семя, чуждое и прелюбодейное. От Марка, 4 глава, 3-14 стихи. Слушайте, вот вышел сеятель сеять, сеятель слово сеет. Сеятель – это Христос, а в дальнейшем апостолы и все проповедники, а семя – это Слово Божие. У православных же нет этого семени. Слово Божие заменили вымыслами человеческими. Исайя 28, 13. И стало у них Словом Господа. Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Тут немного, там немного. Так что они пойдут, и упадут навзничь, и разобьются. И попадут в сети, будут уловлены. Можете расспросить любого, приходящего в любой православный храм, как он обратился к Богу. И вы не найдете евангельского ответа почти ни у кого, вплоть до патриарха. Ссылаются ли на какие-то видения, переживания, встречу праздников, веру бабушки, посещение святых мест, прислуживание в алтаре с ранних лет, какое-нибудь сновидение, несчастный случай. То есть какое угодно семя, какая угодно случайная связь, но только не его семя. Ясно, что такое дитя, рожденное не от Слова Божия, и издает не тот крик, и просит не той пищи. И вот из таких незаконорожденных потом будут пастыри, иереи, патриарх, которые никогда не вкушали божественную трапезу, сидя с Марией у ног Христа. Библия должна быть настольной книгой, и тогда в храме будут и верные, и оглашенные. Сегодня же нет этого водораздела, и практически ни один священник в России не может выполнить собственного возгласа. Оглашенные из идите. Притом кричат они этот возглас к алтарю лицом, будто к тем, кто находится в алтаре. Получается, чтобы выполнить этот возглас, нужно все вместе со священником выйти из храма и начать проповедь. Потом месяца через три начать пускать по одному тех, кто родится свыше, кого коснется благодать призывающая, в чьем сердце совершится обращение ко Христу через благодать обращающую. И вот только такие имеют доступ к благодати насвящающей, то есть к источнику жизни, к вечной чаше любви. Иоанна 6, 53. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Священники предали Слово Божие, отвергли Его, а каков поп, таков и приход. И прихожане предали живое Слово, живого Бога, не держат Библию ни в руках, ни в сердце, и поэтому путь всем таким к чаше закрыт, доколе они не родятся свыше и не получат истинного помазания от Духа Святого. Тот, в ком есть Дух Святой, он любит Слово Божие. Любовь к Библии – это главный определитель того, родился ли человек свыше, имел ли встречу со Христом. Иоанна 14, 23 Иисус сказал ему в ответ, кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель в Него сотворим. Кто не любит Слово Божие, то есть Христа, учащий с того вместе с Иудой предателем, чтобы убедиться, что все сказанное здесь действительно так, пусть, если это священник, попытается выполнить оглашенные изыдите и выведет их всех до единого, чтобы началась литургия верных. Если вы хотите опровергнуть эти слова, то при возгласе «Двери, двери» тщательно проверьте стоящий в храме, нет ли отлученных за грех и некрещенных. Притом проверить нужно очень тщательно, нет ли здесь чужих, каждого лично в лицо, только тех, кто до этого был на исповеди у настоящего священника, который мог проверить, рождены ли эти люди духовно. Если хотя бы один чужой приступит к чаше, то священник за это должен ответить своей головой, как допустивший волка в овчарню, террориста в мирный дом. Четвертая царств 10.23 И вошел Иуй с Иоаннадавом, сыном Рихавовым, в дом Ваалов, и сказал служителям Ваалам, разведайте и разглядите, не находится ли у вас кто-нибудь из служителей Господних, так как здесь должны находиться только одни служители Ваала. Если эти строки прочтут не священнослужители, а прихожане, то, помолившись Богу, поставьте себе задачу выполнить то, что слышите в храме, а именно, оглашенные из идите. Чтобы этот возглас выполнить, нужно знать поименно всех до единого, кто переступает церковный порог, знать их биографию, иметь на руках подлинно заверенное свидетельство о духовном рождении. Так было всегда в апостольской церкви. А если сейчас идут все скопом, потоком с улицы, а священник криком кричит, кто еще не причастился, кто еще не причастился, кто еще не причастился. И вы должны будете сделать вывод, что это или не храм Божий, или это не православный священник, или в этот храм Христос еще никогда не приходил. В апостольской церкви было так, Деяние 5.13. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Заметьте, никто не смел. Речь идет не от чаши, а просто пристать к ним. У нас же все на выверт. Священник, как Муэдзин с минарета, кричит, зовет к чаше, кричит в храме, полном безбожников. Вот это и есть христианство без Христа, православие без православия. Сам пастырь не научен и Слово Божие, и никого не учит. Как говорит блаженный Иероним Стридонский, такой и есть антихрист в рясе. А Василий Великий называет такого безгласного православного священника позлощенным идолом. Златоуз же нарицает его пьяным поваром и говорит, что лучше соглашусь умереть и тело свое отдать псам, чем допущу недостойного к причастию. Комментарии закончились. Вот эти комментарии я даю в нашем издании Нового Завета, трехтомник, с толкованием блаженного Фефилакта. У меня вопрос всегда возникает. В XI веке он жил, и почему никто не прокомментировал, что все ли у нас сходится с толкованием? Он очень популярный, православие его переиздают. Я начинаю разговаривать со священником, приходилось не раз с епископом и говорить, ну у меня есть блаженного Фефилакта, да он стоит. Ну а когда ты им занимался-то? Когда ты его полюбил? Вот это рождение свыше, водительство Духом Божьим в этом заключается. Я с ним познакомился, если так взять, внешне случайно. Наш корабль пришел на ремонт в Литовское СССР, тогда была город Клайпеда. Ну я там сразу, как только вышел на берег, воскресный день, пошел искать, где верующие. И мне показали, говорят, а вот тут собираются верующие. А кто не знает, оказалось, староверы. Староверы поморского согласия. У них священства нет. Такой могутный старик один меня пригласил к себе, а у него две девушки. Я помню, он еще готовился на разряд выше, плотником что-либо сдать. Зачем это тогда больше платили за разряд? Второй, третий, четвертый был, высший пятый разряд. И я там впервые в руки взял толкование. Он показал, а вы блаженнафиофилактор считали? А что это такое? Я не знал. Это толкование. Толкование? И так ахнул. Я начал читать. Мгновенно тут же была тетрадка какая-то откуда-то у меня. Я начал конспектировать. Все. Я забыл, где нахожусь. Обедал, не обедал. Две красавицы-девушки тут лет по 17-18 ходят рядом. Я любил косы, а у них косы, громадные, толстые косы, там ниже пояса. Я это все забыл. Я не видел их. Я сидел, писал и писал. Это сохранился тот конспект. Где-то я до 24 главы Матфея доконспектировал, и наш корабль должен был уйти. Мы пошли в порт приписки Венспас в Латвии, где я обратился. И вот теперь у меня все время молитвы, где найти эту книгу, где. Дать мне ее на время он не дал. Потому что эта книга была редкостью в то время. Издание дореволюционное. Потом, уже в Новосибирске, когда я был, у старобрядцев, опять же, уже Белокринитского согласия, там мне дали блаженного фофилакта. Уже оказалось два тома. Толкование не там на четвероевангелие было, а здесь до полностью с посланием к евреям. Но откровения нигде не было. Он его не толковал вообще. Блаженного фофилакта. Вот тут я его законспектировал полностью. Законспектировал. Не буду же я пояснять, что такое конспект. Конспект бывает краткий, бывает подробный. Я средний взял. Вот это запомнить надо мне. Это необходимо мне знать. Почему люди боятся писать? Не знаю. Я вчера на занятиях озвучил, что у меня готовы к выходу, полностью готовы, отредактированы четыре книги моих стихов. Ну, книги, да книги. Это не просто книги. Там находятся три тысячи, кажется, семьдесят стихов моих. Это четыре книги по восемьсот страниц. Каждая страница, это девять куплетов, тридцать шесть строчек, девять и четыре, тридцать шесть. И у каждого стихотворения, три тысячи с лишним стихотворением, эпиграф из Священного Писания. Три тысячи выдержек из Священного Писания. Один или два стиха. И три строчки занимает, а между, бывает, эпиграфом, одна строчка, все. А всего сорок две строчки на одну страницу. Полностью за восемьсот страниц. Четыре тома. Вообрази, сколько. Ну, сегодня техника позволяет считать. И оказалось, что в этих книгах, а это стихотворение мое, я писал рукой. Как каждый листик стихотворения, это за девять лет, что я написал, то количество букв, как вот полная Библия с неканоническими книгами, плюс еще отдельно, второй раз переписали Новый Завет и еще немного больше. Это рукой я переписал. Не считая других конспектов, там, тысячи страниц. Почему не хотят писать? По сегодняшний день не пойму. Даже на занятиях сидят, смотрят. А что было на завтра, спроси, не знаешь. Я полностью законспектировал. Какая моя вина? Но я не просто законспектировал, а сразу увидел несогласие, несоответствие тому, что мы православные имеем эти книги, их считаем православными. Это болгарский архиепископ жил, а у нас все не так. Вот в лагере однажды остались, тут уже лагерь распущен был, уже август, сентябрь мы были. И давай считать деяния апостолов. Внимательно каждый стих, 28 глав. И мы ничего не нашли, то, что у нас сходится с православием. Ну, просто задуматься надо. И вот пришло время, я преподавал в университетах, в разных, более 20 лет. В школах, милиции, воинских частях. И все по блаженному пепелакту. Я его отпечатал, конспект свой переплел в отдельную книгу. Даже, кажется, две у меня книги было. Вот это много очень у меня конспектов было. Но откровения не было. Но уже в городе Искитиме, Новосибирской области, нашли, то есть нашли. Мне дали толкование апокалипсиса Андрея Кисарийского. Есть четырех толковый, а есть семи толковый. Семь толкований на каждый стих. Мало кто знает его. Лицевая книга, с картинами. У старообрядцев. И вот теперь у меня возникла мысль присоединить его к блаженному пепелакту, чтобы было толкование полное Нового Завета от Матфея, включая Откровение. И вдруг я начал читать, искать везде и нашел, что никогда за 2000 лет такого издания не было ни в Восточной, ни в Западной Церкви. Почему такая мысль-то не возникла, чтобы дать людям полное толкование Нового Завета? Я ничего не выдумывал, не писал ни одной строчки. Дальше у меня сразу возникла мысль, а как это все прокомментировать? По двум параметрам. Любовь к Слову Божию и необходимость всеобщей проповеди. Благовестие. И вот так комментарии эти рождались. Начал издавать книги. Я думал, это как занятие сделать. У меня на квартире жил тогда ярмонах Судников, отец Нафанаил, потом это все стал Николаем Николаевичем. И он говорит, это надо отдельными книгами издавать. Он сильно работает на компьютере, понимает, десяти пальцами печатает, не глядя по-русски, десятью пальцами печатает, не глядя по-английски. Я единственного человека такого встретил за свою жизнь. И вот он печатает, а я сзади хожу и даю комментарий. В это время меня трогать нельзя. Я весь там утонул. Это лет сорок у меня практики. Я теперь все сюда в толок. Я знал, какая будет реакция священников. Как это дорого будет. Нашелся спонсор, это Никита Сонаров. В этой книге. Потом я через продажу книг пытался как-то компенсировать ему деньги. Я сделал 297 комментариев. Ведь это не два, не три. Вот одно только сейчас засчитали. Вот на эти комментарии священники и лютуют. И получилось, вот советовали, как корочку оформить, каким шрифтом писать. Вот и Слово Божие, что сущее, так называется, сущее, оно жирным курсивом. Вот. Там как-то печатали, те новозеландские издания было. Откроешь страницу и не знаешь где. Нафанаил мне говорит, надо на каждое, где указано священное писание, вот толкование, везде указать, на каждую выдержку. Какое Евангелие, какое послание. Говорят, это место много займет. Нет, это не так много. Он меня опять убедил. Это он. Заслуга в отдельном издании его, не моя. То есть это его была идея, но у меня есть такое качество, Бог дал задумываться. Я подумал, помолился и вижу, он прав, я не прав. Я говорю, сделаем, как ты говоришь. А как корочку сделать? Он сделал, говорит, ну я не знаю, лучший ли вариант. Я у разных издателей, директоров типографии стал спрашивать, как это выглядит. Корочку им представили-то. И наконец, вот такая, как она у нас выглядит. Покажи, если можно открыть. Если она не стерлась. Какого цвета сделать? Какое предисловие написать? Вот оно как. Ну, у нас сейчас второе издание. Вот вышло. Это первое издание у него. Второе, вот оно, улучшенное, большим тиражом. Вот оно как выглядит. Кругление корешка с закладками. Вот оно видно, закладку. Видите? Теперь уже переиздан. Там черно-белые были Гюставо Доре, 104 иллюстрации. Здесь у нас 230 иллюстраций. И все их мы раскрасили. Я долго ходил по художникам, Ну, как раскрасить? Никто не знает. Я думал, сначала Гюставо Доре места, где черное-то замазать, а потом красить. Вот оно как идет. Больше года три человека занимались раскраской. Раскрасили. Цена сразу подскочила. Все книги у меня сшитые. Это на оффсетной бумаге. Бумага оффсетная. А фотографии намелованные. Вот она блестящая, какая есть. Это и 10 фотографий из классики русской. Потому что это я и 10 фотографий поместил. Репина, других там этих художников, чтобы как бы к комментариям это относится. Вот. Сорикова. Ну, почему никому никогда это не было? А враги сразу нашлись. Стали осуждать. Но сегодня врагов на эти книги практически нету. Все увидели огромное преимущество перед тем, когда ничего нету. Ни толкования, ни комментарий, ничего нету. Вот теперь эти книги находятся у президентов, как у Путина, у бывшего президента Медведева, у Лукашенко, у главы администрации Чеченская Рамзана Кадырова. Богим, епископам, священникам подарили полное молчание. Ну, могли бы хотя бы отзыв дать, согласны, не согласны, но заочны, через других людей я знаю. Иные говорят, это настольная книга должна быть, как истинному православию у меня. Другие, вот это надо заклеить, это надо вычеркнуть комментарии. Но ни один напрямую на меня не выходит. Почему? Совесть. А они внутренне понимают, что именно так обстоит обстановка. И что, любя блаженного эфилакта, я когда-то сделаю с издателем его, и не в двух, а в трех томах, с комментариями, у меня в мыслях это не было, но постепенно все созревало, созревало. И вот теперь эти книги есть. Вот мы проехали, даря в библиотеки, нынче только 15 стран, начиная тут с Украины, Белоруссии, Польши, Германии, Австрии, Румынии, Болгарии вышли. Вот. Ну, книга-то выглядит, она как подарочная. Подарили в шесть южных республик мусульманских 444 города и районных села, которые получили в подарок все 38 моих книг от нас. Конечно, это все миллионы. Вот за два года на 3 миллиона 150 тысяч подарили только. Почему? Это плоды Духа Святого. И главное, внутренне. Вам жалко? Не жалко, а радуюсь. Как только я кому-то дам, и они получили, и в библиотеке вижу на полке стоять, сердце наполняется какой-то необъяснимой тихой радостью, когда люди тут находящиеся прям при нас эти книги берут, сразу записывают, мы еще не ушли, а уже посетители библиотеки книги эти разбирают. Кто-то слышал, а где если нас слышали, вот как в Алейске были, о, тут они всех собрали, там позвонили, фотографируются, и выступаешь перед ними. Есть, конечно, и враги, которые ничего не делают, но они только ворчат и осуждают. Но это должно быть, и на Павла так было. Вот я ознакомлю всем, как явились эти комментарии. Они явились как плод глубоких размышлений, горького сознания, что мы не таковые, и искреннего желания, как сделать доступным Слово Божие с толкованием блаженного Февилакта, и с притяжением на сегодняшний день. Вот в этом весь смысл, чтобы Слово Божие живо и действенно заговорило с нами, а вот начинает причастие, 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 столько причастий написано, чего в Библии вообще нету. Вот как служить, если прервали, было ли видение, когда ангел прислуживает, огонь на престоле, как там у Сергия Радонежского. Но главное, вот они говорят, что Христос умер и пролил кровь за меня. Сегодня вся кровь, все это в чашу у смещенника. Вот это вот знает. А что я говорю о Голгофе, как будто никакой Голгофа и не было. Спасы, яблочные, медовые, ореховые, глупости, как Петр Мещеринов, игумен, Данилов монастыря говорит, лобочное христианство. Люди не знают христианство. Слово Божие забыто и заброшено. Мы обладаем невиданным сокровищем. Я дарю это и баптистам, эти книги. Тираж-то вышел уже не одной тысячи теперь. Это только продается меньше десяти процентов. Меньше. То есть, милостыня, создано, все это было лично, девяносто процентов, вот это наша десятина. Мы ее отдаем. Считай дальше. Двадцать шестая глава, двадцать седьмой, двадцать восьмой стихи. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета. За многих изливаемое восставление грехов. Толкование. Как ветхий завет имел заклание и кровь, так и новый завет имеет кровь и заклание. За многих сказал, вместо за всех изливаемое, ибо и все суть многие. Но почему выше не сказал, примите, идите все, а здесь сказал, пейте от нее все. Одни говорят, что так сказал ради Иуды, что будто Иуда, взяв хлеб, не ел его, а скрыл, чтобы показать иудеям, что Иисус называет хлеб своею плотию, но чашу и нехотя пил, потому что скрыть ее уже совершенно нельзя было. Поэтому будто сказал Господь, пейте все. Другие, понимая в переносном смысле, говорят, так как твердую пищу можно принимать не всем, а только тем, кои имеют совершенный возраст, пить же можно всем, то по этой причине и сказал здесь Христос, пейте все, ибо простейшие догматы православной веры могут понимать все, а трудные и высокие не все. Все толкование. Вот видите, как придумали, как будто когорта посвященных им догмат трудно проспорили восемь столетий о том учении о Святой Троице. Восемь столетий никуда ушло. Седьмой Вселенский собор был уже в 787 году. И все о крови, о крови. Я как-то читал про Яна Гуса книга Милоша Кратахвила. И вот он сидит уже арестованный. И ему там прислуживают, кто его кормит. задает вопрос. Скажите, а вот когда вы берете хлеб, преломляете, то хлеб этот, как хлебом, а сантридонет, он превращается наитием Духа Святого в тело Господне. А вино как так? А что оно настоящее? Ничем не отличается тело от того, которое на кресте висело? Янгус внимательно посмотрел. Сторож, прислужник, такие вопросы не задает. А он не знал, что это переодетый кардинал, самый умный был поставлен, чтобы выведать у него все. Найти ереси. Ереси не было в словах Гуса. Они ничего не могли найти. Но боясь разоблачений, что они увели народ от Христа, приговорили его через предательство своего короля, который давал охранную грамоту ему. Как я предали и сожгли. А нынче 15, кажется, июня по всей Чехии пылают костры в честь памятника этого мученика. В честь смерти мученика этого. Тютчев Федор Иванович писал стихотворение «Гус на костре». Христову кровь он отстоял для них. Но это все уже тогда было. Мы можем прислушаться к таким, как сегодня называют отец мировой педагогики Ян Амус Камынский. Что он об этом говорил? Нет, православное. Православное это сегодня монашество, которое оккупировало церковь. Монашество это геноцид христианства, по-другому его не назовешь. я вывел для себя афоризм, я его не скрываю даже, что монашество в том виде, в котором оно есть, принесло зло, зло для церкви божьей, для мира, больше, чем коммунизм, фашизм, масонство и мусульманство, вместе взятое во много раз больше. и докажу это в течение пяти минут. А в монашество шли самые сильные, они по миру рыскали, искали людей, в стены законопащивали их, в мандры, мандры это стена, а там архимандрит, хранитель этой стены, и там они умирали, не давая потомства, как Сидоров пишет, вышла книга, не хотят прислушаться, и опять монашество, 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 все архиереи монахи до одного, они не знают жизни, они не знают в семейной жизни, ни радости, ни печали ее, они пишут каноны, вселенские соборы, это практически собор монахов, толкование, которое мы имеем, толкование монахов, монахов, все архиереи монахи, все, они захватили, этот переворот в церкви сделали, это самый незаметный, самый страшный в мировой истории переворот, захват власти, контрреволюция была монашеская, значит, по монашеским правилам, апостол Петр не может быть епископом сегодня, это строжайшее правило, вы ни одного епископа у православных во всем мире не найдете, во всем мире, в течение полутора тысяч лет, и никто об этом не кричит, не говорит, а как они монахи, а теперь придумали градации епископ, архиепископ, митрополит, дальше патриарх, а там еще и папа, там еще пока дойдет до епископа, то сколько у него, везде, я заметил, четыре, диакон, протодиакон, архидиакон, везде на четыре стадии, пресс-фитер тоже на четыре этажа, ну как офицерский состав, низший офицер, младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан, высший, майор, подполковник, полковник, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал, я сравнил, почему никто не сравнивает-то, это военная организация, под монашеской рясой, они скопировали все оттуда, их задача, как будто одна только, никого не напустить в свои ряды, брать смирян все, что можно брать, и не давать им истинного познания, общество посвященных, это масонский дух здесь, а есть догматы, недоступные для мирян, догматы, да слово догмат вообще отсутствует в Библии даже, недоступные нигде нет, написано, открыл малым сим, утаил от мудрых и разумных, все нам выверт, все против Евангелия, я не забуду личная беседа, убитый священник был, мученик, Александр Мень, и он говорил, вот у нас, говорят, изучают Библию, все, и знают ее, и когда узнали, как будто поставили задачу, сделать все наоборот, если не называетесь отцами, у нас на каждом отцу, отец, 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 вот на каждом шагу, отец Диака, ну назови его, я даже помню, самый хороший священник, которого я знал, Александр Пивоваров, в Новосибирске, а там наша сестра, Валяш, Валентина Афанасьевна Шитикова работала, ну мирские-то приходят, Александр Иванович, а верующие, отец Александр, ну и она, как-то говорит, отец Александр, можно я буду называть вас, как, ну, бухгалтера все обращаю, Александр Иванович, я никогда не отнял, как он посуровел, я что, больше этого не слышал никогда, это он говорит, лучший из лучших священников, настоящий Божьей милостью проповедник, они даже не допускают этого, им это нравится, и этим они отделяют, как бы верующих от неверующих, вот у меня брат, отец Аким, ну даже близкие люди, где знакомые, и Аким Тихонович, местная только батюшка, или отец Аким, ну, чего так они боятся, своих данных паспортных-то где-то, в этом тоже что-то есть, они посвященные, на какой догмат, который мирянам недоступен, какой конкретно, вот он написал, написал, не для всех, я так и по сегодняшний день не знаю, он нигде не написан, но они делают какую-то тайну, там тайные молитвы читают в алтаре, тайные, которые не знают простые люди, что значит тайные, ты выйди к народу и прочитай, чтобы знали люди вместе, нет тайны, Христос не делал тайных, он открыто все делал, и вышел перед народом, и учил, и малые дети, вот слицали ему, благословен грядущий во имя Господня, царь Израилев, и поэтому, вот, толкование о причастии, оно так далеко зашло, в этом вопросе, что даже вообразить нельзя, да, я принимаю все как есть, но уклон-то не в ту сторону идет, десятки, если не сотни книг, написано о причастии, какие были чудеса с этим, ни слова библейского нету, теперь даже в Библии не указано, нужно ли перед каждым причастием ноги мыть, а Христос умыл, или раз в году, это как у православных, чистый четверг, на страстной неделе в четверг, непонятно, как сейчас-то причастие, по сегодняшней день не написано, не знаю, спор идет, положительное и отрицательное, в обоих вариантах есть, ну почему Библия такие моменты не написала, значит Господь дал свободу в этих вопросах, но нет нигде, 20 столетий по сегодня спорят, как часто надо, они считают каждый день, другие раз в неделю, иные 4 месяца, 4 раза в году, в каждый пост, я знаю близких священников, они не реже 4 раз в год, желательно, у нас постоянно правило, в течение года человек, если не причащался, должен, не был на исповеди священника, он должен выходить с соглашенными, чего-то он таит, но таких как будто теперь нету, такие, которые попадали в это число, они просто ушли, я говорю сейчас только о причастии, мы с этим вопросом запутались так, что не выправить уже никогда, а можно, чтобы по-другому было, не может, они не дадут, это тайна их, посвящение в это, ну сегодня мы сделали так, как во времена еще златоуста, хлеб в руки, то есть тело Господня в руки брали, из одной чаши пили, нет, не будет этого, они так это обставили, плат один утирает тебе, руки как сложно, я так и делаю, но я все время должен говорить, но Господь ответил, вначале было не так, но Моисей повелел разводиться, вначале было не так, по вашему жестокосердию, и это все по жестокосердию, появились колдуны в церкви, и чтобы они не унесли при счастье, значит, только не унесли, но они остались, колдуны выходят, Иоанн Златоуст ничего не добился этим, как они оказались у тебя, почему, не учили их, ну, католики радикальные меры, окончательное решение еврейского вопроса, как у Гитлера, на костер, охота на ведьм, книги там, молот ведьму, устроили, и все это только из-за того, что не было проповеди Слова Божия, не было, а раз не было, значит тьма египетская, дальше, 29 стих, сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве отца моего, толкование, кусив от чаши, отказывается, наконец, от телесного питания, и возвещает о некотором новом вкушении во царстве, то есть в воскресении, по воскресении действительно он ел и пил, но уже для некоторой новой цели, ибо ел и пил не потому, что имел нужду в пище, а для уверения, в истинной природе тела своего. Свое воскресение справедливо называет царстве, ибо тогда он упразднил смерть, явившись истинным царем. Или может, можешь понимать и так, новое питье есть откровение тайн Божиих, которое откроется тогда во царстве Божием, то есть при втором пришествии, и будут новыми, каких-то есть мы никогда не слышали. Христос обещается сам пить их вместе с нами в том смысле, что нашу пользу почитает своею пищу и питьем. Все толкование на этот стих. Вот интересно, все толкует, а вот толковать, доколе царство небесное будет пить Христос вино, и для чего пил и ел, здесь монахи замерли, ничего не толкует, для некой цели, это очень редкая ссылка такая, они все пытались в духовном плане перетолковать, в аллегоре, здесь никто не дерзнул, то есть, может быть, и были какие-то, Христос говорит, буду пить новое вино, какое, что, да очень просто, толковать-то не надо даже, это означает открытие новых тайн, которые сегодня людям недоступны, и будут деревья для исцеления народа, дерево там, для исцеления народов, какое исцеление, листья, листья, это листики бумаги, то есть, то, что нам сегодня не открыто, для земли, что нужно, Бог открыл, а для небесной будущей жизни, это новое, что увидят в раю, глаз не видел, вот там увидят, ухо не слышал, вот там услышат, это для исцеления, вот, что значит это вино, это открытие нового, что там будет, и на сердце не приходило, вот это исцеление, а сердце томится, вот посмотреть бы, а как там, а что там, вот как, для некоей, то есть, они не знали даже этого, некоей, а ты знаешь, не знаю, но это именно на этот стих указание и должно дать, на сердце человеку не приходило, а сердце человека, она по нему ли томится, вот бы узнать, вот бы заглянуть в эту тайну-то, а как оно там было, а вот бы побыть за трапезой со Христом-то, и там это все разрешится, цель радость, вино приносит радость, вот это там будет радость, от того, что я исцелился, от незнания, листик там, листья деревьев, для исцеления, болезни-то нету, а вот теперь все понятно, так это разве так, да, Андрей Кесарико-Подокийский, как раз об этом и говорит, я просто знаю то толкование, ну, переношу на это место, вот сегодня у нас, 16 сентября, 2013 год, престольный праздник, потеряевки, я когда был в Синоде, в Нью-Йорке, русской православной зарубежной церкви, тогда был первый иерархом, митрополит Виталий Устинов, а секретарем, епископ Иларион Капрал, который сейчас первосвятителем является, вот, и нашу общину, здесь потеряевки, я попросил назвать в честь священномученика, я начитывал житья святых, все 12 томов, и знаю, что равных ему, не было, нет, равных ему нету в житиях святых, у него была община, где-то около 32 тысяч человек, и в два приема уничтожили ее римляне, сожгли всех, и никто не отрекся, это единственная община за 2000 лет, такая большая, и где никто не отрекся, и где все были вместе, и вместе были уничтожены, и это утвердил Синод, и наша община стала называться Свято-Анфимовской, а почему наш лагерь многократно сжигали недруги, каждый год, мы приезжали, они угольки, и мы боялись пожара, и я как-то с этим так вот соединился, чтобы он нас как бы патронировал, и защитил, как он считается, покровитель, наш защитник, но мы его не спрашивали, согласен быть нашим покровителем, нет, но у православных так принято, если Свято-Георгиевский храм, значит, Георгий, покровители, ну, мы так не говорим, но наша община именно так, по-старому 3 сентября, он был казнен в 302 году, и вот на этот день, ну, у нас праздничный день, не работает, даже в школе занятий нет, приезжают священники с Московской патриархии, служат с нами вместе, мы же не отрицаем ее благодатность, но мы по сегодняшний день, и думаем, что навсегда мы так сохраним себя, не попасть подвигом Московской патриархии, хотя тут несколько, уже указ издал местный, поминать патриарха, поминать сегодняшнего Сергия, Иванникова, но мы этого не делаем, а которые приезжают священники, они его поминают возгласы делают во время богослужения, ну, вот такая наша позиция, и вот этот день, когда приходит здесь, мы можем подвести итог, что добилась наша община, как распространяет Слово Божие, как мы здесь выезжали в соседние деревни, на четырех, на пяти машинах, а деревни-то ничего нету, по-настоящему четыре двора, а остальные-то по два, по одному человеку живут, а всего домов там, ну, здания стоят, 16 было построено, это больше половины пустые, вот какое дело, и можно, однако, проповедовать, свидетельствовать, и мы не тоскуем, что нас мало, мы свидетельствуем, до края земли, от Владивостока, и, думаю, дальше доехать до Португалии, Скандинавии, Прибалтика, едем, библиотекам, встречи с людьми, везде, везде дарим наш полный комплект книг, 38 книг, и вот сегодня у нас момент подвести итог, как нас Господь хранил здесь, и посмотри, котенок как постепенно привык, и даже вплотную уже начинает подходить, ибо отошел где-то, он больше всего боится, подожди, я хотел на этом всего сегодня, вот он сегодня у нас в богослужении будет, вот отпущу, как он будет, где они, куда делись-то, кошки-то, разбежались все, ну, куда делись, он их найдет сейчас, подожди, 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 я вот сейчас отпущу, посмотрим, что он будет делать, он еще не видит его сейчас, веди, пошел, проверить, где они, кошки, куда они попрятались, ну, еще их нету, нигде, ну, давай, оп, вот она, где кошка моя, ох она, ой она какая, что-то она с испуг, она спала, я ее со стула снял, рыжая, да ты еще испугалась, или еще, она никого не боится, самая смелая кошка, но, вот он подходит, не фыркай, и смотри, он осторожный какой, она может ему физиономию, пока пошарпать, покорябать, вон он пошел дальше, не надо, не надо, он хороший шарик, вот он пускай, похозяйничает, а она, вот она где сидит, вот она беленькая, сверху, наблюдаю, а ну-ка пойдем на пол, познакомься, познакомься с шариком, ты что делаешь, ты что делаешь, вот она как, давай тут метить, это не твоя территория каноническая, поднял ногу, смотри, ты что делаешь, ну как гляди, гляди, вон она пошла, на, познакомься, познакомься, ну гляди, гляди какая хорошая, гляди, вот какая хорошая, ну, ну посмотри, посмотри какой хитрый бок подставил а морду спрятал ну еще пошли но пошли теперь он как ему выйти из затруднительного положения зажатый маленько так пошли куда ты пошел шарик шарик пошли домой пошли на улицу пойдем пойдем ты смотри вот когда смотришь ли я я легенда то там собака-то спряталась от манкуртов и он тоже ну иди сюда шарик это еще иди ко мне пошли вот и скажи маленький а какой понятливый полез куда еще туда полез то вот точно даже под столом было там забился собака так она бежала за каким-то но пошли 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 домой пошли туда пошли пошли она его преследует уже ой 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 а выходит тебе свобода то не на пользу обстановка недружественная вот так на меня фыркают попы как вот эти вот кошки на мою собаку а точно так же живут как кошка с собакой ну все тогда на сегодня не